всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов нефритовая маска классический период 900 год нефрит пластины раковины обсидиан высота 25 больших высот мастера мая достигли в обработке драгоценных камней среди которых особенно ценился нефрит разных видов и оттенков по свидетельству авторов испанских хроник местоположение камней искали там где земля была влажной и с восходом солнца показывалось легкое испарение мастера занимавшийся полировкой и огранкой камня владевшие техникой мозаики назывались платтеки они умели бережно придавать ему нужную форму а чтобы не повредить многоценный материал при обработке изделия тщательно шлифовали мелким песком в 1905 году экспедиции возглавляем археологом альбертом луссо лу илье под пирамидальным основанием храма надписи паленки обнаружено погребение правителя города седьмого века в гробнице найдены многочисленные нефритовые украшения ожерелья серьги и выполненная в технике мозаики погребальная маска по-видимому воспроизводящая облик умершего чтобы создать рельеф соответствующий анатомическому строению лица при ее изготовлении было использовано свыше двух сотен пластин белки глаз выложены кусочками раковин а зрачки сделаны из обсидиана вот такое описание в интернете я нашел к работе нефритовая маска классический период 900 год нефрит пластины раковины обсидиан текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания а